Напомним, специальная комиссия депутатов была создана в октябре 2015-го. Поводом послужили многочисленные жалобы котлаша на плохое качество воды. В одночасье она стала желтой и мутной. На поиск причин ухудшения воды у депутатов ушел почти год. За это время проведено 9 заседаний. Такая длительность в работе комиссии была вызвана отсутствием необходимых документов и информации запрошенных комиссий руководства ОВП «Городоканал», но неправомерно предоставляемые и вплоть до 25 мая 2016 года. То есть документы были представлены директором ПГО «Городоканал» и Рафельским спустя полгода и то после подключения в Угловский межрайонный прокуратур. Итак, первое. При изучении документов Временная комиссия депутатов не опровергла, но и не нашла доказательств прямого влияния на качество воды строительства моста через реку Лименда в районе Ямского. Предприятие считает, что строительство мостового перехода наиболее вероятное источник загрязнения. При этом исследование воды до моста и после моста в источнике не производилось. Второй вывод специальной комиссии. В период сильного ухудшения качества воды в 2015 году, это было с октября по декабрь, когда резко подскакивают показатели цветности, мутности, количества железа и алюминия, перманганатной окисляемости, необходимо применять химическую обработку воды. Этот процесс называется коагуляцией. Комиссия делала выводы, ссылаясь на протоколы, полученные от Роспотребнадзора и данные производственного лабораторного журнала «Энкоргородоканал», что химическая обработка в октябре-ноябре-декабре 2015 года не проводилась. А если проводилась, в чем нас информирует руководство предприятия, то с большими нарушениями. Свои выводы специальная комиссия депутатов делала и на основании заключений Научно-исследовательского института экологии человека, гигиены и окружающей среды имени Сысина. Туда были направлены протоколы лабораторных испытаний воды, проведенных Роспотребнадзором за апрель-май 2014 года, а также период с сентября по декабрь 2015 года. Цитата. Представленные анализы не соответствуют критериям даже условно-доброкачественной питьевой воды. Во-первых, потому что отклонения от нормы отмечены не по одному, а по трем показателям – цветности, мутности и содержанию железа. Во-вторых, касаются еще двух показателей – перманагонатной окисляемости и содержания алюминия. Потребление питьевой воды такого качества не только связано с ограничением водопотребления по эстетическим соображениям, что само по себе имеет негативный характер влияния на организм человека, но может представлять и непосредственную угрозу здоровью населения, особенно детского. Мы рекомендовали главе изучать качество воды, водоисточники и в сети, и реагировать на это средством массовой информации, то есть информировать население – это первое. Второе – продолжить по водоочистке воды уже в социальных учреждениях, это школы, детские сады. Дальше обратили внимание на технологическую подготовку кадров МП «Горводоканал», то есть посмотреть аттестацию и как это проходит и так далее, по журналам посмотреть, все ли выполняется. Ну и самое главное, мы попросили, рекомендовали главе освободить от должности Ерофеевского Александра Валерьевича. Информация о работе временной специальной комиссии по изучению причин ухудшения качества воды носила на сессии ознакомительный характер. Тем не менее, именно этот пункт повестки заседания вызвал у народных избранников самую бурную дискуссию. Желающих высказать свое мнение было много. Как у нас случилось в Котовской городской больнице, тоже кричали, орали, никто нас внимания не принял. Когда разрушился полностью, тогда кричали «Городоканал», все, да, приехали. И здесь тоже так же. У нас в шумном показателе это градус цветности. Водоисточники сегодня 120 градусов, на выходе 44. Можно, в принципе, по этой технологии довести его до 20 даже. У нас с вами док работает, у него выше 20 не поднимается, а технология та же самая. Поэтому давайте, с одной стороны, еще раз заставим людей заглянуть в учебники, поднять свой профессионализм в плане выполнения технологических требований. А второе, известим потребителя о недостаточно высоком качестве нашей питьевой воды, чтобы люди, по крайней мере, не травились. Если мы будем мониторить состояние воды, то я бы очень просил, чтобы мы не забывали, что четвертая часть поселка, города, у нас живет в Лучеботске. И какое есть на положение там с водой, мы можем только догадываться, потому что цветность вроде бы нормальная, а что там бесцветное, мы только никого не знаем. Потому как у меня были основания и раньше, когда запах фенола был даже в воде. Я, руководитель тоже в городах, их водоканала говорил, я живой, насчет волнуюсь. Я все-таки предлагаю руководству города, Сената и депутатской комиссии обратиться на то, чтобы сегодня, так сказать, возобновить работу или ускорить работу по проектированию ступеней до очистки, которая фактически сегодня, она решит проблему с водоиспечением качественной водой. Да, есть проекты лежат, проект надо только выкупить, надо его доработать, ну, посмотреть, потому что время, он уже, он актуальность свою не потерял. Для того, чтобы мы начали двигаться в этом направлении, мне очень жаль, что депутаты забыли об очень важной проблеме, это о финансовом состоянии муниципального предприятия. Ну, для сведения, это видно для вас. Для того, чтобы мы перешли к этапу развития, мы должны пройти, и пока я еще с трудом представляю, как мы его закончили, этап выживания предприятия. Действительно, сегодня муниципальный горводоканал находится в сложном финансовом состоянии. Из 40 миллионов кредиторки погашено только 10. Финансовые учреждения займы предприятию банкроту не дают. Найти огромные деньги не только на погашение долга, но и на строительство новой ступени очистки сегодня невозможно. А потому реальный выход пока только один – своевременно информировать потребителей об ухудшении качества воды, чтобы население само принимало решение – пить плохую воду, покупать бутилированную или ставить фильтры. Это, кстати, была и одна из первых и главных рекомендаций специальной комиссии Собрания депутатов.